Приветствую всех на моем канале Товар из Китая, меня зовут Вячеслав и сегодня у нас будет полный детальный обзор на смартфон Oukitel P1. Это новинка с Алиэкспресс, я им уже какое-то время пользуюсь, друзья, и сегодня расскажу вам о всех его плюсах, минусах, о его недостатках, преимуществах. Ну и в итоге мы увидим, стоит ли покупать этот смартфон, тем более цена на него постоянно скачет на Али, ссылку где можно приобрести оставлю под этим видео. Итак, приступаем к полному детальному обзору. Приходит смартфон в такой яркой коробке, у меня в черном цвете, есть также в фиолетовом, как на коробке, а также в белом цвете. Зарядный блок на 18 ватт с европейской вилкой, кабель Type-C на Type-C, да, друзья, немножко необычно. Пластиковый такой бампер, защищающий камеру, а также положили в комплект стекло. Да, мелочь, а приятная. Ну и набор, юзер-мануал, гарантийные эталоны и иголка для извлечения сим-слота. Ну а так, наш смартфон выглядит в чехле, все здесь совпадают, все отверстия, совпадают, ну, лежит неплохо, удобно, всем рекомендую. Что касается его внешнего вида, то вы, наверное, друзья, уже догадались, что смартфон скопировали с айфона, задняя крышка полностью пластиковая, вот этот блок камер так прилично выступает из корпуса. Основная камера на 50 мегапикселей, 2-мегапиксельная макро и 0,3 мегапикселя модуль глубины. Ну а фронталка у нас на 32 мегапикселя. Также динамик Eastland, потом мы к нему еще вернемся. С правой стороны у нас кнопка включения и качеля громкости. Края ровные, глянцевые, по углам закругленные. Сверху у нас нет ничего, на этой стороне тоже нет ничего, ну и снизу расположилась перфорация под внешний мультимедийный динамик, порт Type-C, микрофон и слот, гибридный слот для двух нано-сим-карт или одна нано-сим-карта и карта памяти. Да, память в смартфоне, конечно, можно расширить. Фронтальная камера, как я уже сказал, на 32 мегапикселя. С завода наклеена пленка, сканер под экраном, работает неплохо, ну и решеточка слухового динамика. Вот так выглядит наш смартфон Oukitel P1. Хочу показать вам, друзья, работу сканера отпечатков. Так, еще раз. Появляется область, нажимаем. Но сканер отпечатков, честно говоря, работает, бывает с ошибками. Не всегда удается сразу разблокировать. Но сейчас он, конечно, работает хорошо, как на камеру. Пару слов хочется сказать об экране этого смартфона. Диагональ экрана 6,7 дюймов. Сюда поставили хорошую качественную AMOLED матрицу с частотой обновления 120 Гц. Разрешение Full HD+, 1080 на 2412 пикселей. Давайте посмотрим яркость. На максимальной яркости показывает прибор 770 люкс. Как для этой матрицы, считаю, неплохо. И поскольку здесь AMOLED, то здесь есть ШИМ. На 100% яркости 7,5% показывает пульсация. На 50% где-то процентах ШИМ показывает 9,8-9,9%, тоже меньше 10%. Ну и на минимальной яркости процент ШИМа, конечно, большой. 14%. Но никто не пользуется такой яркостью. В основном пользуется 70-80%. Где ШИМ не опасный. 7,9% до 8%. Что считаю нормальным результатом. Ну а что здесь со звуком, друзья? Я ставлю на максимум. Динамик звучит очень громко. Хотя он здесь и один. Ну достаточно громкий, качественный динамик. В любом случае, смотреть фильмы, слушать музыку на смартфоне комфортно. По работе системы, друзья, смартфон из коробки работает на 14-м Android. Здесь фактически голый Android. Все уведомления приходят. Шторка задач. NFC здесь рабочий. Я проверял. Все здесь работает. Система летает. Шторка Google. Google лента. Все здесь работает. И как видите, 120 Гц. Выставленная частота. Здесь она показывает. Во всех приложениях 120 Гц показывает. Play Market. Все 120 Гц. Характеристики. YouTube. Все показывает 120 Гц. Смартфон работает очень плавно. По работе системы у меня нет никаких претензий. Что касается сети 4G, то смартфон хорошо ловит сеть. Сеть не отваливается. Я собеседника слышал хорошо. Собеседник тоже слышал меня хорошо. Бенды 3, 7 и 20 смартфоне есть. Ну и здесь глобальная версия. Звонилка. Как вы видите, здесь гугловская. Но запись разговоров все-таки здесь есть, друзья. Это имейте в виду. Ну и наверное, вы обратили внимание на этот. Динамик Island. Как у iPhone. Можно смотреть, какие уведомления приходили. Также сообщает транзакции NFC. Звонки. Можно принимать с этого динамика Island. И также его можно отключать. Я не буду, друзья, долго останавливаться на настройках смартфона. Это вы можете посмотреть в моем видео. Видео распаковка. Вот где я подробно останавливался на настройках. Скажу лишь одно, что перевод на русский язык здесь некорректный. Встречаются английские команды. Вот, например, RAM Expansion. То есть расширение памяти. Или другие моменты. Вот, как, например, частота обновления. Screen Refresh Rate. Да. Это непереведенные моменты. Ну, а так, в принципе, прошивкой пользоваться нормально. За работу смартфона отвечает проверенный временем процессор MediaTek Helio G99. Так называемая рабочая лошадка. По 6 нанометрам. Графический процессор Mali-G57 MC2. Full HD+. Разрешение. 394 ppi. Плотность пикселей. 120 герц. Частота обновления. 8 гигабайт оперативной памяти. И 256 гигабайт накопитель. Тип накопителя UFS 2.2. Bluetooth 5.2. NFC. GPS. GLONASS. Beidu. Все поддерживается здесь. OKTEL P1. Из коробки Android 14. И последний патч безопасности июль 2024 года. Да, друзья, я слышал, что прилетают там кому-то обновления. Мне, к сожалению, обновления ни одного не прилетало. Батарея здесь 5150 мАч. Батарея качественная. За полчаса стресс-теста батарея потеряла всего лишь 8%. Что считаю отличным результатом. На полтора-двое суток смартфона вам будет хватать. В тесте Antutu наш смартфон набирает 409 тысяч баллов. Ну а тест Multitouch 10 одновременных касаний. Но это результат сторидж-теста, что говорит о типе накопителя UFS 2.2. Троттлинг-тест тоже показал график полностью зеленый. 100 потоков 30 минут. Средний показатель 206 гипс. Нагрев минимальный в области камеры. Да, процессор G99 это холодный процессор. Хочу, друзья, показать вам работу датчиков. Акселерометр работает без проблем. Датчик освещения тоже работает корректно. Лампочка тухнет. Лампочка загорается. Датчик приближения. Тоже с датчиком приближения все отлично. Цветочек закрывается и раскрывается. Здесь поставили механический датчик приближения. Есть гироскоп. Также есть диктофон. Есть магнитный датчик. Есть фонарик. Все здесь работает корректно. С играми тоже смартфон справляется на ура. Эх, авария. Я загрузил девятый асфальт. И вы можете видеть, как идет игра. Вот так. Заправимся. Эх, проскочил. Еще раз. Игры на этом процессоре тоже идут неплохо. Вот так. Ну, с играми здесь все и так понятно. И теперь поговорим о камере. Основной модуль камеры на 50 мегапикселей. Двухмегапиксельный макромодуль. И 0,3 мегапикселя модуль глубины. Фронталка у нас на 32 мегапикселя. Давайте зайдем в интерфейс камеры. Я покажу, что он может. Режим красоты. Режим макро. Видео. Видео, друзья, максимально снимает в разрешении 2К. И Full HD в 30 кадров. Но, к сожалению, нет стабилизации. Да, это, конечно, минус. Изображение. Можно переходить в двукратный зум. Режим 50 мегапикселей. Портретный режим. Ну и режим дополнительный, где есть режим Pro и ночной режим. И еще, друзья, на фронтальной камере нет вспышки. Я в вечернее время делал снимки и так и не нашел вспышки. Это тоже считаю минусом. Ну и давайте теперь покажу вам, на что способен Oukitel P1. Фото и видео возможности. Тестовое видео на Oukitel P1. Oukitel P1. Full HD 30 кадров в секунду. Я иду. Оцените качество съемки. Ну, конечно же, здесь никакой стабилизации нет. Как вам звук? Как картинка? 1, 2, 3, 4, 5. Тестовое видео на Oukitel P1. Ну, а это тестирую фронтальную камеру. Смартфон Oukitel P1. Я здесь на набережной. Как вам звук? Как картинка? Почитаю ваши комментарии. Ну и всем привет. Хорошего дня. Ну, а теперь, друзья, подошло время поговорить о его минусах, о его недостатках. Один из недостатков – это некорректно работает сканер отпечатков. Это так лично было в моем экземпляре. Через раз срабатывает сканер. Дальше. Неполный перевод на русский язык в настройках. Это тоже считаю минусом. Нет стабилизации видео, нет вспышки на фронтальную камеру. Также не прилетают обновления. Мне лично не прилетало ни разу. Но есть еще один минус. Если в настройках зайти в настройки экрана, здесь есть такой динамик Island. Да. Тут можно нажимать и отображается NFC, там заряд батареи и так далее. И здесь он в настройках отключается. Вот, если мы его отключим и снова включим, то он не включается. Какой-то баг прошивки или что. Чтобы его запустить, нужно, например, подсоединить кабель. Кабель зарядки и тогда динамик Island запустился. Вот как-то так. А если его отключить и снова включить, то он не включается. Это считаю минусом. Ну, а в остальном, друзья, если вам эти недостатки не страшны, смартфон смело можно брать. Тем более на распродаже 11.11 он будет стоить около 130 долларов или 12,5 рублей. Ссылки, где можно приобрести, находятся в описании под видео. Покупать вам этот смартфон или нет, решайте сами. Ну, а у меня на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok